Начну с нескольких вопросов вам, чтобы мне было понятно, что уже надо рассказывать и что можно сказать быстрее. Все ли знают, что такое группа, например? Есть ли те, кто знают, что такое группа? Теория представлений и конечных групп. Ну, кроме тех, про кого я знаю. Я собираюсь это рассказывать просто. Если вы это знаете, это, наоборот, несколько затрудняет меня. Ну, это хорошо. Во-первых, во-вторых, есть... Да. Я не знаю, что такое теория представлений. Вот, это хорошо. Есть некоторое количество задач, вы их берите, с них хватит. Они есть в папке «О», в папке «Materials» на диске «О» в папке с моей фамилией. Не пугайтесь, там что-то непонятное. Я, в принципе, стараюсь так, чтобы под занятием можно будет решить задача. Их можно не рассказать, если интересно. Можно не рассказывать. Вот, найти меня, вроде, можно в 213-й комнате. Там в скобочках написано «Место», видимо, это и есть 213. Вот. Сейчас на курсе я буду рассказывать про, в основном, так сказать, в первых двух лекциях конечные группы. Вот. А на третьей и четвертой лекции уделю внимание и бесконечным группам. Вот. Я сказал, что буду говорить о физике и химии в том плане, что я буду говорить о симметриях, которые там возникают. Вот, к примеру, если мы посмотрим на какую-нибудь простейшую химическую молекулу, молекулу воды. Вот. И мы можем увидеть, что у нас имеется два эквивалентных атома водорода. Эквивалентных, значит, у нас есть какое-то преобразование симметрии, которое переводит один атом водорода в другой. То есть что-то можно сделать с этой молекулой, чтобы она перешла сама в себя. Вот. Соответственно, идея в том, что если у нас есть такие преобразования симметрии, то они позволяют нам много сказать о молекуле, не проводя никаких экспериментов. Ну, или не только молекулы, а кристалли. То есть сначала я буду говорить о маленьких объектах, а затем уже о больших объектах. Мы можем посмотреть, что у нас молекула лежит в плоскости. У нас есть плоскость. Если мы отразим все относительно этой плоскости, то молекула придется сама в себя и не изменится. То есть это преобразование лезет с преобразованием симметрии. Обозначим его некоторым образом сигма. Естественно, у нас есть преобразование, которое мы обозначим в букву Е, отвечая за то, что у нас никакие атомы друг к другу, никуда другие места не переходят и создаются на месте. То есть различные преобразования. Понятно, что, кроме этого, у нас есть преобразование действительно вот этой плоскости. Ну, я как-то обозначу. Вот, плоскость, проходящая через атом, располагающийся посередине, привлекулярно имеющийся нам до этого плоскости. Ясно, что у нас есть генетические соображения. Если у нас имеются две плоскости, пресекающиеся, то у нас порождается какой-то еще элемент симметрии. Как это можно заметить? Ну, это очевидно, но можно поместить в какую-то точку, отразить ее относительно этой плоскости. Она окажется вот с плюсиком. Она окажется с минусиком относительно этой плоскости. Она окажется здесь с минусиком. Иначе есть ось второго порядка. Собственно, та прямая, которая является прямой для сечения этих плоскостей. Возникает вопрос, есть ли у нас какие-то другие элементы симметрии, которые переводят эту молекулу саму в себя. Если мы присмотримся, мы увидим, что других элементов нет. Более того, что если мы применим какие-то два элемента последовательно, то получим какой-то уже из этих четырех элементов. Как мы увидим, что так будет выполняться для любой молекулы. То есть все элементы, которые переводят эту молекулу саму в себя, то есть элемент симметрии, образуют нечто с похожей структурой, когда произведение является также элементом симметрии. Такое определение, может, большинство знает. У нас есть определенные группы. Группы G, у нас такое множество, в котором есть у нас два элемента A и B лежат в этом множестве, то третий элемент, некоторым образом определенным произведением, также лежит в этом множестве и выполняются некоторые свойства. Свойства ассоциативности. Понятно, что здесь мы можем понимать не только умножение, но и сложение. Я приду пример быстренько. Ассоциативности, наличие единицы, то есть такого элемента, который в произведении, то есть в композиции с любым другим дает тот самый элемент. В данном случае это даже здесь на преобразовании. Ясно, что в композиции с любым из трех оставшихся мы получаем тот элемент, который мы изначально брали для произведения. И, естественно, наличие обратного. То есть такого элемента, композиция с которым для данного дает единицу. В данном случае каждый элемент в композиции сам с собой получается торжественное отображение. Соответственно, мы можем сказать, что эти четыре элемента образуют группу. Эту группу в химии обозначают C2V. Соответственно, я приведу номенклатуру обозначений, чтобы было понятно, о каких группах идет речь. Но многие из них будут... Да? А можно поподробнее пояснить, что конкретно каждая из вот этих элементов... Ну да, элементы. Да, конечно. У нас есть плоскость, плоскость доски. Плоскость приводикулярная. И ось, которая лежит в пересечении этих двух плоскостей. Вот. Это три основных элемента. И элемент, который ничего не делает. Единичный. Но я назовываю это отождественным, обозначаю буквы E. Вот. Но в качестве другого наглядного примера можно смотреть просто многогранник. Многоугольник. Правильный многоугольник на плоскости. Можно еще... Непонятно, почему элементы, что четыре? Единицы и два уже такими. И еще ось. А, ось. Ось второго порядка. Но ось, что такое ось? Это прямая цель, которая идет поворот на какой-то угол. Но она образует в результате наличия этих двух элементов одновременно. Вот. Как и композиция. Я объяснил. Смотрите. У нас вот точка сверху на плоскость вот здесь вот. После первого элемента, она окажется с другой стороны доски. После применения элемента симметрии вот эта плоскость, она окажется где-то здесь. И так будет для всех точек. Это соответствует какому-то еще элементу. Можно посмотреть и просто визуально догадаться, что этот элемент просто поворота на 180 градусов вокруг вот этой оси. И обращается с 2. Вот. Естественно, у нас поворот вокруг оси здесь может быть не только на 180 градусов. Но в данном случае у нас две плоскости перекулярные, и очевидно, что это 180 градусов. Вот. Если мы рассмотрим многоугольник на плоскости, то мы можем легко увидеть другой пример группы. Вот. Посмотрим на все преобразования, которые сохраняет этот многоугольник в плоскости. То есть в данном случае мы рассматривали преобразования в трехмерном пространстве, где эта молеку находилась. В данном случае мы посмотрим на многоугольник в плоскости. Вот. Ну, думаю, что легко. Тут он в восьмиугольник. Скажите, какие преобразования есть. В данном случае, думаю, это, в общем, очевидно. Можете просто перечислить, я буду так записывать. Я запишу первое, чтобы было. То есть тождественное. Поворот. У нас есть вот такая ось. Вот. Так я ведусь в один координат. Вот. Соответственно, у нас есть поворот на угол, который приводит эту вершину в эту вершину. И на любой кратный. Вот. Соответственно, что еще есть? Ну, есть симметрия, да. Вот. Соответственно. Очевидно, что на симметрии будет действительно любой прямой, соединяющий две противоположные вершины. Вот. Поскольку у нас многоугольник в данном случае с четным количеством вершин. И относительно любой прямой, соединяющий середины противоположных ребер. Вот. Соответственно, мы получим некий набор элементов. Я обозначил поворот а. Вот. А, соответственно, изменим немножко систему координат. Вот. И ось x будет направлено соединяется одной из вершин. И ось y, естественно, вертикулярно. Вот. Ну, куда-то. Не важно. Вот. Соответственно, у нас элемент b – это отражение относительно вот этой прямой, проходящей через первую вершину. Вот. Соответственно, элементы, которые возникают в качестве их композиции. На самом деле, если мы посмотрим на это отражение, то в композиции с поворотом это будет отражение на другой прямой. Но просто в результате поворота этой прямой, на которой проходила симметрия. Вот. Мы как можно убедиться, что других элементов нет. Осталось понять, как устроено умножение, то есть опираться вот в этой группе. Вот. Мы можем увидеть, что применение n раз в данном случае 8 поворота дает нам единичку. И два раза применение симметрии дает нам единичку. Вот. Ну, напишу, что единичка. Вот. Соответственно, у нас возникает набор элементов. То есть торжественный и повороты. Вот. И возникает естественное отражение. Вообще остальное отражение, как легко заметить, возникает из чего? После того, как мы применим композицию поворота и отражение действительно наше к первой прямой. Вот. Соответственно, у нас получается два n элементов. Вот. Эта группа называется группа диэдра. То есть группа симметрии правильного многоугольника на плоскости. Вот. Если мы посмотрим на... В случае, так сказать, более сложных структур, то есть уже находящихся в пространстве каких-нибудь молекул, то мы можем привести вот такой простейший пример. Молекул. Вот у нас имеется в виду такая молекула, в узлах которой расположены атомы элементов. Болекулатом углерода. Такой вот элемент в химической структуре. Вот. И данная структура плоская, такая, что у нас имеется система связей, которая эквивалентна. То есть здесь такие вот... Система плоских связей. То есть у нас имеется в виду просто по сути многоугольник, но в пространстве. Вот. Какие элементы симметрии возникают? Я слышал, что возникает у нас та же поворотная ось, отражение относительно плоскостей, и, естественно, еще плоскость, в которой она полагается. В том случае мы этого не рассматривали. Получается группа, в которой содержится уже в два раза больше элементов. Вот. В химии и физике она обозначается dNH. Вот. Теперь немножко несколько минут поговорю об общих определениях, чтобы уйти от конкретных примеров. То есть суть в том, что у нас имеется в виду несколько соединений с разной структурой, и хочется понять, как они... как их отличить, не проводя никаких экспериментов. Как предсказать заранее, как можно их отличить. Оказывается, что это очень просто и делается с помощью понимания того, какая группа симметрии у данных молекул. Вот. И что это нам дает? Соответственно, может вспомнить следующее утверждение, что у нас есть эвклидовое пространство. То есть пространство с наличием эвклидового пространства раскладывается в таком виде. А именно, некоторая ортогональная часть, сейчас я расскажу, что это, плюс сдвиг на какой-то вектор. То есть в общем случае, если мы производим движение, сохраняющее расстояние, то это сдвиг плюс что-то ортогональное. Ортогональное в том смысле, что оператор, то есть некоторый элемент симметрии, то есть приводящее пространство само в себя, сохраняющее некоторую точку. Ну да. Вот. Соответственно, как это утверждение можно, так сказать, понять? Вот у нас есть движение эвклидового пространства, то есть то сохраняет метрику. То есть любое расстояние между точками сохраняется после того, как происходит эта операция. То есть расстояние между образами равно расстояние между прообразами. Понимаете, да? Вот. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем взять какую-то точку. Вот. Северную точку A. Вот. Мы можем взять, как она сдвинется. Вот. Мы можем взять композицию с сдвигом на этот вектор, на минус этот вектор. Вот. Мы подначим V. A и на минус вектор A. Вот. Вот. Композиция с нашим движением φ. Такое движение будет сохранять точку A. Это понятно. Вот. Поэтому надо достаточно рассматривать те движения, которые сохраняют точку. И раскладывать их уже в соответствующую часть. Как это сделать? Вот у нас пусть некоторые движения G, которые сохраняют точку. То есть мы даже слили всю задачу в том случае, когда сохраняется какая-то точка. Вот. Сохранять точку A. То есть G от A равняется A. Вот. Тогда мы можем... Что сделать? Мы можем выделить вот соответствующую часть φ. То есть разложить G, построить по G некоторое φ с индексом G. То есть ортогональный оператор. Вот. Соответственно, сделаем в таком виде, чтобы я потом не запутался в значениях. Просто будем считать, что φ от G действует на вектор X. На точку X следующим образом. Переводят в следующий вектор. Вот. Легко бы поверить, но я оставлю, так сказать, в качестве упражнения, что этот оператор действительно сохраняет... Оператор φ от G сохраняется расстояние. Вот. Вот. Является ортогональным. Естественно, в качестве примера группы мы можем рассмотреть матрицы. Вот. Я думаю, многие знают, что такое матрица. Вот. Ну, отлично. Вот. Матрица очевидно образует группу. Вот. Значит... То есть... Вот. Многие знают, что такое автогональная матрица тогда. Ну, отлично. То есть, автогональные матрицы те, которые сохраняют расстояние. Вот. Естественно... Да. Много повторить? Да, конечно. Вот у нас есть матрица, да? Она действует на вектор. Каким образом? Вот. В ней записаны некоторые элементы. То есть, что такое матрица? Это просто таблица, содержащая n на k элементов. Вот. Чисел. Вот. Она действует на вектор. Соответствующий длины. То есть, длины n. В координатном представлении. То есть, это координат этого вектора. В нашей системе координат. Вот. Естественно, получается новый вектор. Здесь сразу следующее образом. Он берет строку и умножает на столбец. По... 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 По членам. То есть, первое умножать на первое. Складывать с вторым умножим второе. И так далее. Понятно, да? Вот. Получается некоторый новый вектор. Вот. Соответственно, если у нас длина вектора сохраняется, то такая матрица называется автогональной. Соответственно, ее определитель. Определитель матрицы n на n. Вот. Будет равен плюс-минус единице. Вот. Соответственно, у нас есть утверждение о том, что ортогональные матрицы можно представить в блочно-диагональном виде. Вот. Кто знает эти утверждения? Да. Что ортогональные матрицы можно представить в блочно-диагональном виде блоками, которые являются либо элементом 2 на 2, ну, матрица 2 на 2, либо плюс-минус 1. Вот. В блочно-диагональном виде. То есть у нас... Да. Это утверждение. То есть матрица представляется в таком виде. Вот. Здесь блок 2 на 2. А здесь остается плюс-минус 1. Вот. Как мы можем видеть... Зачем нужны эти ортогональные матрицы? Потому что мы хотим записать наш элемент симметрии в матрицном виде. Но это легко сделать. Мы знаем, как выглядит матрица поворота. Вот. Также мы можем понять, как выглядит матрица отражения в плоскости и других элементов симметрии. Вот. Естественно, в трехмерном пространстве у нас... Ортогональные матрицы могут иметь следующую форму. То есть это может быть... Ну, я так... Немножко... В частном случае приведу. То есть это может быть единичная матрица. Вот. Это может быть матрица с... с поворотом на какой-то угол. Вот. Может быть матрица отражения относительно какой-то плоскости. То есть в данном случае мы можем видеть, что это матрица поворот относительно оси Z на угол альфа. Где это у нас отражение оператора? А это у нас отражение в плоскости Z относительно плоскости XY. Вот. Плоскости XY. Вот. Но как можно заметить, что у нас помимо этих элементов симметрии возникают и некоторые другие. то есть элементы, которые представляют важность в физике и химии. В частности, мы можем увидеть, что у нас есть матрица следующего вида. Здесь минус единица. Эта матрица соответствует так называемому зеркальному повороту. То есть что мы делаем? Мы вначале поворачиваем, а потом отражаем. Вот. Эта метра возникает с N. То есть это поворот на угол 2π делить на N в композиции с отражением от плоскости XY. И также у нас есть оператор инверсии. Обращающий все координаты. То есть у нас центральная симметричная молекула. Вот это обозначается буковкой I. Вот. Соответственно... Если у нас имеется какая-то молекула, то очевидно, что в этом случае любое преобразование симметрии, сохраняящее данную молекулу, сохраняет какую-то точку. Вот. А значит, там нет компонентов, отвечающих с двигу. То есть есть только ортогональные компоненты. Вот. И этот ортогональный компонент имеет этот предъявитель плюс-минус один. Вот. То есть те преобразования, имеющие преобразитель плюс один называются собственными вращениями, а преобразитель минус один называются несобственными. Вот. Соответственно, можно увидеть, что собственные вращения относятся к точечному преобразованию поворот, и, соответственно... Все. Вот. Сейчас я приведу классификацию точечных групп. То есть групп симметрии каких-то молекул. То есть, так сказать, единичных фрагментов нашей структуры. Вот. Ну, если вопрос, то вы спрашиваете, хорошо? А вы, наверное, смотрите, я даже пугаюсь. Вот. Соответственно, мы посмотрим на, так сказать, постепенно на примерах. Вот. У нас может быть ясно, что молекула, которая не имеет никаких элементов симметрии. Вот. Обозначается такая группа С1. Вот. Но в ней ничего нет, кроме точечного преобразования. Вот. Соответственно, может быть такое, что молекула имеет только ось второго порядка. То есть, что это означает? что только один элемент, ну, помимо тождественного, который есть всегда, переводит молекулу саму в себя. Вот. Понятно, да? А можете придумать какой-нибудь геометрический пример такой молекулы? Не обязательно, чтобы это были реально существующие молекулы, естественно, которые имеют только ось второго порядка и ничего другого. число геометрический. То есть... Нет, нет. Но я буду просто... Вы можете этим думать, кстати, вопросом. И если возникнет желание, сказать мне, я потом расскажу. То есть, не проблема. Вот. То есть, вначале я приведу те группы, которые имеют только ось второго порядка, никакой оси выше. То есть, там только отражение одно? Нет. Только поворот на 180 градусов относительно одной оси. Одной десантной оси. Вот. Вот. Группа С2В. То есть, у нас есть ось второго порядка. Что может быть? И будем добавлять некоторые элементы симметрии, получая все более симметричные молекулы. Добавим, вначале, две плоскости. Пиверегулярные. Ясно, что если мы добавим какую-то... Добавим плоскости под углом, то, что она нам дает? Вот. Плоскость доски. Ось второго порядка вот такая. И плоскость мы добавили под углом. Тогда плоскость, с которой доски, дает нам в композиции с осью второго порядка плоскость такую. Вот. Естественно, еще одна плоскость над каким-то углом также дает плоскость, регулярную ей. Вот. И так далее. И так далее мы увидим, что ось имеет порядок больше, чем два. Соответственно, у нас может быть только две плоскости, регулярные друг к другу. Вот. Другой вариант. Если у нас есть с осью второго порядка, и мы добавили плоскость, регулярную к ней. Вот. Понятно, да? Эта группа называется C2H. То есть, они все имеют индекс 2, отвечающий оси второго порядка. Индекс V может быть, если у нас есть ось второго порядка. Могут быть осью второго порядка, приобретенные ей. Вот. Такой вот репел из оси второго порядка. Как вы можете представить? У нас просто есть координатные... У нас есть базис x, y, z. У нас есть соответствующие вектора. Вот. Мы можем направить вдоль этих осей плоскости второго порядка. Вот. Ничего другого, кроме отображения нас, здесь не окажется. Вот. Эту группу, к сожалению, обозначает D2. К сожалению, потому что она не совсем... Потому что она будет совпадать с некоторыми другими группами. Вот поэтому... А так в чем суть в этой группе? Суть в том, что у нас есть три оси взаимоперекулярных и второго порядка. Вот. Соответственно... Как выглядит какой-то пример? Да? Я думаю, пример будет полезен. Вот. У нас есть... Вот одно кольцо вот такого вида. То есть... Можете считать, что это просто вот такое вот закрашенное кольцо. В данном случае это химические соединения. А второе кольцо будет перекулярно ему. То есть оно будет располагаться как-то так. Вот. Вы можете увидеть, что у нас есть соответствующие элементы симметрии, которые отвечают группе D2. Вы можете убедиться, да? Как их увидеть? Но одна ось видна. Если что-то не повернем, молекулы ведет себя на 180 градусов. Ось второго порядка C2. Вот. Как увидеть другие элементы симметрии? Ну, ясно, где они будут располагаться. Они будут проходить через середину, да. Вот. Ясно, что они будут проходить кредикулярно с этой оси C2. Вот. Но мы можем просто в каком-то образе это увидеть. Ну да, мы можем взять эти две плоскости и под углом 45 градусов увидеть ось одну C2. А вторая будет полрекулярно ей уходить в доску. Вот. Соответственно, молекул, которые реально имеют такую симметрию, мало. Почему? Потому что если они располагаются таким образом, то чисто геометрически им чаще выгоднее повернуться в более симметричное состояние. Вот. Но, тем не менее, такое тоже бывает. Дальше идет группа D2H. Как она строится? Мы добавляем... Да. А вот D2 это когда три оси второго порядка. А если их две, то это что? А если у нас есть две оси второго порядка взаимно-прелекулярные, то у нас появляется третья ось второго порядка. Любые два элемента дают третий элемент в определенную группу. Он может совпадать с каким-то уже известным нам, но в данном случае легко проверить, что у нас есть две оси прелекулярные, то их композиция будет давать нам третью ось. Вот. Мы можем понять, как она проходит, и она будет вертикулярна. Вот. То есть я не стал этого проделывать, но это действительно понятно. Вот. Дальше D2H я бы называл себя симметрией кирпича. Потому что такую симметрию имеет кирпич. Вот. Действительно обычный кирпич. Что такое D2H? Это ось второго порядка. Прелекулярные ей оси второго порядка. А также появляется плоскость. Вот. У нас если появляется ось второго порядка, лежащая в плоскости, то, как мы уже видели раньше, появляется еще одна плоскость. Вертикальная и вторая вертикальная. То есть у нас появляется... Что мы можем видеть? Мы можем видеть, что вот эта группа именно с точки зрения математического определения D2H содержит в себе элемент симметрии, отвечающий D2, элемент симметрии, отвечающий C2V, элемент симметрии, отвечающий, например, C2 и C2H и так далее. Вот. А именно мы можем понимать, что группы содержатся в себе подгруппы. То есть множество, которые сами по себе являются группами, но целиком содержатся в данной группе. Как мы видим, C2V является группой, но целиком содержатся в D2H. Мы можем выделить именно те элементы и плоскость, которые относятся к C2V. Или D2. Мы можем выделить три оси второго порядка, которые мы начали набрали. Вот. Помимо перечисленных пяти групп, есть еще две группы, в которых нет элементов выше, чем второго порядка. Это группа, содержащая только центр инверсии и точечное преобразование, и группа, содержащая только плоскость и точечное преобразование. Вот. Легко убедиться, что других групп, содержащих элементы порядка не выше двух, не бывает. Вот. Порядок элементов – это та степень, в которой он равен единичному. А C и E – это что такое? А это группа, содержащая только элемент инверсии и дожественный. Инверсия? Инверсия. А вот здесь написано. А, это инверсия. Да, это инверсия. А C? CH. Да. У нас есть только плоскость и точечный элемент. Вот. Соответственно, к C2H относится следующая молекула. Вот у нас атомы углерода. может быть, многие из вас изучали в школе такую молекулу. Вот. И она имеет так называемую симметрию кирпича, которую я уже сказал, D2H. Мы можем легко выделить имеющийся элемент симметрии. Согласны, да? То есть, если кому-то нужно подробнее сказать, я могу сказать подробнее. Сила 3. Да. Вот. Соответственно, число элементов в группе, то есть, в данном случае число элементов симметрии, которая обладает данной молекулой, данный геметический объект, называется порядком группы. Вот. Но мы можем легко увидеть, какой порядок имеют пятичисленные группы. Я могу вас показывать, а вы можете как-то отвечать быстренько. Ну, там ясно, что порядок имеет 2, да. Ну, C2V. То есть, у нас имеются две плоскости, ось второго порядка и торжественный элемент. То есть, 4. C2H. Вот. На самом деле, тоже 4. Надо понять, какой находится четвертый элемент. Если у нас есть ось второго порядка и плоскость, то возникает и еще четвертый элемент, помимо торжественного. вот. Это генетически можно увидеть. Соответственно, если у нас D2, там тоже 4 элемента. В D2H мы с легкостью можем убедиться, что там явно было четырех элементов. Потому что 4 элемента было в группе 2, а она в ней содержится. А возникают еще и другие элементы, именно плоскости. На самом деле, там 8 элементов. И остаются двух групп по 2 элемента. Вот. Такими группами называются малыми точечными группами. Вот. Соответственно, помимо малых точечных групп, бывают средние точечные группы и точные группы выше симметрии. Вот. Да. D2H – это когда мы берем группу D2 и добавляем плоскость, которая содержит две какие-то оси второй порядка этой группы. все остальные элементы возникают в качестве композиции. Вот. Ну, прежде чем говорить про средние точечные группы, вот. Я могу заметить следующее, что вот у нас есть группа D2, D2, то есть в нее можно получить группу D2H как прямое произведение с группой CH. Что такое прямое произведение групп? Логично, что у нас есть две группы G1 и G2, то можно определить их прямое произведение самым логичным образом. То есть у нас есть элемент G1 и G2, элементы H1 и H2, вот. То у нас и группа G1 и G2, прямое произведение будет такая группа, где G1 и G2 нормальные, то есть сохраняются сопряжением. А именно любой элемент такого вида также лежит в G1, в группе G1, где H лежит из группы, содержащей G1. То есть G1 называется нормальный H, если все элементы такого вида лежат в G1. Вот. Соответственно, у нас G1 и G2, нормальный в группе G1 и G2 со следующей структурой произведения. Просто покомпонентно. вот. Если мы посмотрим на группы и первую задачу, то мы увидим, что у нас есть эта группа четвертого порядка, эта группа четвертого порядка, и эта группа четвертого порядка. так не бывает. Вот. Аж групп четвертого порядка со мной мало. Но можно просто взять и записать просто таблицу групп с данным порядком. То есть все возможности соотношения между элементами. Вот у нас есть элемент единичный, некоторый элемент A, элементы B и элементы AB. Вот. И можно легко убедиться, какие могут быть еще случаи. Но ясно, что возможно, что элемент B совпадает с элементом A. вот. И у нас и возникает группа такого вида, отличающаяся от данной группы. Соответственно, первая задача в том, что на самом деле все эти три группы можно отождествить друг за другом. Вот. А именно они изоморфны. Сейчас скажу определение. вот. Если у нас есть группа G и группа H, то можно определить отображение G в H, составляющие элементу G некоторых элементов H. Такое, что произведение, обозначим букву F, переходит в произведение образов. Вот. Но если у нас такое отображение, такое соответствие взаимоднозначно, то речь идет о изоморфизме. у нас есть обратное отображение из H в G. Вот. И мы можем увидеть, что в случае C2, V, C2, H, и D2 легко построить такие отображения. То есть, группы попросту изоморфны. Изоморфны, они на самом деле из группы приклеены, V4, под группой перестановок. Но это просто для тех, кто понимает. Так что я не буду показать секреты на этом. Вот. А посмотрим на среднеточечные группы. Мы рассмотрели все группы, в которых элементы имеют порядок не выше, чем 2. Теперь у нас есть элементы порядком выше, чем 2. Вот. Теперь у нас не конечное количество группы, а конечное количество серий групп. А именно группы C. Вот. Что такое за группа? Это группа, которая содержит повороты относительно данной оси на угол 2p делить на n и кратно ему. Вот. Это группа циклическая. Чтобы понять, что у нее есть элемент a, элемент этой группы это степень этого элемента, а также элемент это, естественно, a в степени m. Вот. То есть об этом, когда я говорил о группах четвертого порядка, то нижняя группа отразделялась с группой C4. может быть группа Sn. Это когда у нас есть только зеркально-поворотная ось. Зеркально-поворотная ось это, соответственно, зеркально-поворотная ось зеркально-поворотная. Добав одну вертикальную плоскость, мы получаем n вертикальных плоскостей. Может быть, группа C, H. Вот. Сейчас еще раз. C, N, V. Что такое еще и где есть V? C, H, где еще есть H. Да. Вот у нас есть ось n-того порядка, да? Поворотная. То есть поворотная на 2,5 делить на n угол. Вот. Мы добавляем плоскость вертикальную, то есть лежащую данную ось. Вот. Тогда у нас появляется n других плоскостей. Так же композиции по аналогии с тем, что мы рассмотрели выше. вот. А можно добавить плоскость вертикулярную. Вот. Соответственно, если у нас добавляется плоскость вертикулярной, на самом деле у нас появляются зеркально-поворотные оси. Ну, то есть она отполагается так же, как и наша ось, но мы можем вылить такой элемент симметрии. Вот. Сейчас я приведу несколько примеров, чтобы это было понагляднее. Вот. Я здесь отрухожу. Вот. 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 Посмотрим на какую-нибудь действительно пирамидку. но вот эта вершина будет отличаться от трех других. Вот. Тогда мы можем увидеть какая у нее симметрия. у нас есть есть ось третьего порядка и следующая плоскость, проходящая через одно из ребер, следующий помеченную вершину и непомеченную, и середину противоположной стороны. c3v. Да, c3v. Вот. И больше ничего нет. Вот. Естественно, мы сделаем такую же, как и другие, то положим гораздо более сложную группу. но они будут чуть ниже. Вот. Соответственно, также у нас может быть группы, то есть у нас была cn, sn, cnv, cnh. Вот. Хороший вопрос, заморфнули cnv и cnh в случае n не равным 2. В случае n не равным 2, мы же считаем, что они заморфнули, заморфнули 2, и группа приклеена, v4. Вот. А в случае большего n это такой вопрос. Надо подумать. То есть, если группы заморфнули, я тогда даю подсказку, то у них совпадает множество класса сопряженности. Вот. А именно в определении нормальной подгруппы мы фигурировали в сопряжении. Если мы посмотрим все элементы, сопряженные данному, то это класс сопряженности элемента h. Вот. В частности, если мы посмотрим на класс сопряженности этих двух групп, мы можем понять, заморфны они или нет. Точнее, можно понять, что они не заморфны, а если они заморфны, то мы можем понять, как строить отображение. вот. Вот. Очевидно, что класс сопряженных элементов не пересекаются, иначе бы они не совпадали. Просто замечание. Дальше у нас может быть группа dn. Она имеет то же ощущение, что группа диэдра, вот, но немножко отличается по находящейся в ней операции сметрии. Ясно, что она ей заморфна. То есть, можно отрежествить. И у нас есть ось n-го порядка и оси второго порядка. То есть, ось n-го, и буквально ей. Ясно, что появляется одна ось второго порядка, появляется также n-осей второго порядка, как и в случае с плоскостями. Вот. То есть, c2-1, c2n. То есть, в общем случае, здесь 2n-элементов. Вот. Также группа dnH, если мы к этой группе добавим плоскость, содержащаяся второго порядка, и группа dnD. Сейчас немножко примеров. Вот. То есть, на самом деле, эта группа изоморфна просто dn-э произведение с группой CH. Вот. Если мы посмотрим на на правильную призму, например, ну, в моем случае, она, конечно, явно не совсем правильная. Вот. То мы можем видеть, что данная группа, группа симметрии, вот, содержит ось соответствующего порядка. Вот. Содержит плоскость. Вот. Соответственно, в... в... и содержит оси второго порядка, проходящие через, лежащие в этой плоскости. Через лёд проходящий. Вот. Это будет d5H. А группа dnD соответствует симметрии антипризмы. То есть, когда у нас вершины, вот, многогранник пятиугольник, например, и над ним расположен... вот. У нас ось проходит пятого порядка. Расположен элемент расположен для плоскости. Вот. Такие симметрии встречаются реально в химии и физике, обоих типов они имеют наибольшее значение. Вот. Когда у нас располагающиеся атомы располагаются либо друг над другом, либо, соответственно, плоскости верхней и нижней ориентированы так сказать, обратным образом. В этом случае dnD помимо плоскостей, помимо осей вот, второго порядка, проходящих также через резину расстояния между плоскостями, у нас, соответственно, имеется два вида плоскостей. Вот. на первой плоскости проходит через вершины верхней грани, а второй вид плоскостей проходит через вершины нижней грани, и они не эквивалентны, то есть нет преобразования симметрии, которые одну плоскость вперед в другую. Вот. Как мы видим, на самом деле, если у нас нет осей пресекающихся порядка выше 2, выше чем 2, то у нас других групп больше нет. Почему? Вот у нас есть какая-то ось порядка выше чем 2. Вот. То есть cn. Если с ней пересекается ось порядка n' больше чем 2, то, во-первых, возникает сразу большое количество осей приводикулярных данных cn, вот, а во-вторых, большое количество осей cn приводикулярных данных cn' вот, но как мы и они должны соответствовать симметрии какой-то геометрической фигуры. Но такого не бывает. Для многогранников у нас здесь очень не так много правильных многогранников. А таких многогранников у нас совсем мало. вот. То есть у нас есть тетрайдер, есть куб, и октайдер, соответственно, я не буду рисовать. И косайдер, но сегодня тем более не буду рисовать. и тетрайдер, и тетрайдер, и тетрайдер. Соответственно, есть элементы симметрии, которые отвечают симметрии данных геометрических фигур. Вот. В первую очередь, мы посмотрим на тетрайдер, посмотрим с двух сторон. В первую очередь, пронимируем вершины. Ясно, что любое преобразование симметрии переводит вершину в вершину. На то, оно является преобразованием симметрии, сохраняя данную фигуру. Вот. Значит, у нас более того, если мы посмотрим на какое-то преобразование, мы запишем вот 1, 2, 3, 4. Вершины пронимируем. Если мы будем записывать их в виде перестановок, групп перестановок, то есть записывать так, куда переходит высшим соответствующим номером, вот, то мы увидим, что данная группа содержит группу перестановок. Вот. Более того, на самом деле, она совпадает с группой перестановок, что любая перестановка, во-первых, она содержит группу перестановок, извиняюсь, а во-вторых, что любая перестановка любая перестановка также является отвечать некоторым операциям симметрии. Я этого проделывать не буду, но это можно сделать следующим образом. Любая перестановка распадается в транспозиции. Значит, это же сморитель транспозиции. А для любой заданной транспозиции мы легко можем подобрать элемент симметрии, отвечающий ей. То есть у нас в транспозиции, например, 1, 2, то можем увидеть вот такую плоскость. К примеру. Соответственно, для каждой транспозиции, приводящей одну вершину в другую, для двух данных вершин мы подобрали элемент симметрии, значит, мы подобрали элемент симметрии в виде композиции для произведения транспозиций, а значит, и для любой перестановки. А значит, что эти группы просто совпадают. Вот. Но, естественно, эта группа обозначается группой симметрии ТА и ДТД. Вот. В ней есть огромное количество подгрупп. Вот. Ну, ясно, что мы можем видеть тут оси третьего порядка, плоскости. То есть, есть группы С3В, то есть, есть плоскости вертикальные. Также есть оси второго порядка, проходящие через ребра. Вот, через пару ребер. но, если мы рассмотрим только элементы поворота без отражений, то получим также подгруппу. Подгруппу Т. Вот. Соответственно, эта группа у нас порядка 24, эта группа порядка 12. Вот. И на самом деле бывают геометрические, бывают химические соединения, отвечающие данной симметрии. Вот. Но я оставляю вам подумать над тем, какая молекула может быть по симметрии. Оказывается, что помимо этих двух групп симметрии тетраида близко к нему обладает еще одна группа. Таш. Веряющаяся прямым произведением группы тетраида Т и группы Таш. То есть, если мы добавим плоскость. К сожалению, на этом рискнуть тетраида мне это будет сложно сделать. Я это проделываю на в другом рисуночке. Все здесь изготовлено. Вот. Здесь у нас есть. Это мы можем получим некоторую структуру. но я не буду дальше дорисовывать. То есть, эта структура имеет группу симметрии Таш. А именно содержит все поворотные оси, содержащие в группе тетраида, а также плоскость регулярной оси третьего порядка. Примеры таких молекул существуют. Я просто напишу пример. Металл с некоторым нитратом. Это просто для общей родницы. И он будет иметь как раз такое строение. Эта группа не изоморжена группе тетраида ТД, хотя имеет тоже порядок 24. Почему применить порядок 24? Потому что она является прямым произведением группы 2-го порядка и группы порядка 12. для октайдовой куба у нас есть две группы, отвечающие их симметрии. Группа О, отвечающая всем возможным симметриям октайдовой куба, и группа О, отвечающая только поворотным симметриям. Вот. Группа О имеет порядок 24, группа О 48. Естественно, что группа О изоморжена ТД. О еще раз. Это только поворотные оси. То есть, возьмем куб. Помимо осей 4-го порядка, осей 3-го порядка, проходящей через большую диагональ, и осей 2-го порядка, у нас есть плоскости симметрии. Если мы рассмотрим группу, содержащую только оси, назовем ее группой О. Она будет подгруппой. Все оси для куба. Да, все оси для куба. Вот. Это будет подгруппой О. 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 это еще с плоскостями для куба. Да. Именно так. Как ТД с плоскостями для тетраэдра. Есть немножко вот такое не сразу понятное обозначение. Казалось бы логично, значит, и буквы ОД было бы. А Т это все симметрии для тетраэдра. Все поворотные симметрии только. Да, ТД это все симметрии. Как мы выяснили, это то же самое, что группа перестановок четвертого порядка. А группа Т соответственно, группа только подгруппой четных перестановок. Как легко заметить. Вот. В случае косайдера у нас также есть группа всех симметрий косайдера и группа поворотных симметрий. Вот. Соответственно, ну тут мне придется прессовать некоторым образом. Вот. Я не буду прессовать косайдер для меня слишком сложно. Вот. Нарисую пытаюсь нарисовать пятиугольник. Здесь 5 вершин еще. Вот. Тоже их соединим аккуратненько. Немножко неудачно, но... Вот. Дальше поместим две вершины. Одну над этим пятиугольником и под вторым. Вот. Соединим их с каждой из вершин соответствующего пятиугольника. Вот. То же самое здесь проделываем с нижним пятиугольником. А дальше соединим вершины отвечающие этому ребру с точки, которая попадается над ребром. Вот. Получим фигуру, имеющую только треугольные грани. Вот. Эта фигура имеет симметрию и касайдра. Вот. Мы можем видеть ось пятого порядка. можем видеть оси третьего порядка. Вот. То есть у нас есть двенадцатой оси пятого порядка. Вот. Получается, сколько оси третьего порядка. Но это несложно посчитать. Именно что сколько у нас всего граней возникает. Возникает сверху пять граней, снизу пять граней и еще возникает десять граней между, отвечающие каждому по две на каждое ребро. Вот. Откуда двенадцать пять у нас? А потому что у нас двенадцать вершин. Каждый двенадцать пять проходит через соответствующую вершину. Вот. вот. И оси вторую походящую через пары ребер. Сложно рисовать. В дальнейшем об этой группе я особо говорить не буду. Отмечу, что порядок 120, а у группы Касаря порядок 60. Вот. группа... До этого мы замечали, что группа симметрии многогранника изоморфина группа последующих перестановок а подгруппа поворотных заморфина подгруппе четных перестановок соответствующей подгруппе перестановок всех. Вот. В случае Касаряда это не так. И вот. И если сможешь доказать, будет здорово. То есть в случае Касаряда у нас нет группа Касаряда и то есть проворотных осеней заморфина опять. Вот. Хотя они имеют тот же порядок и для группы Татаряда это выполнено. А это что такое? Опять группа четных перестановок. До этого здесь не было. Я сказал, у нас есть группа Татаряда, группа перестановых четных порядка. Если мы рассмотрим n-элементное множество, то можно ставить группу перестановивающие элементы этого множества. Это будет группа перестановок Sn. Если некоторые элементы могут иметь четный порядок, а некоторые нечетный. Это есть под группу четного порядка. Образован всеми элементами порядком. Она имеет индекс 2. То есть два класса смежности. То есть порядок в два раза меньше, порядок под групп перестановок. Соответственно, других симметрий молекул не бывает. То есть мы имеем достаточно большое количество молекул, бесконечное количество в идеальном случае, но маленькое количество групп. Как мы увидим дальше, на самом деле в жизни этих групп еще меньше. будет 32. Потому что не бывает осей 5, 7 и выше порядков. 5 и 7 и выше. 6 бывает. Это тоже задача. То есть у нас есть решетка, в ней есть оси 5 порядка, такого быть не может. Вот. Но будет я буду рассказывать дальше. Это задача самозанятия. Соответственно, немного времени, немножко времени. И в качестве примера можно посмотреть, что вот если у нас есть группа с какой-то симметрией, например, симметрия OH. Здесь молекула, имеющая актеррическое строение. Вот. Вы знаете, что у элементов есть орбитали, отвечающие следующим квадратным числом. Здесь будет орбитали отвечающие орбитальному квантовому числу 0. То есть это просто шаровая орбиталь в виде шара. Это так называемая сорбиталь, не имеющая узлов. Орбиталь с квантовым числом 1, таких орбиталей 3. Соответственно, это такие орбитали в виде восьмерок, испугающиеся по разным осям в по оси x, по y, и z. орбиталь с квантовым числом 2. Орбитальным. Таких орбиталей будет 5. То есть орбиталь с данным числом l квантовым 2, l плюс 1 штука. Вот это известность квантовой механики. Для свободного элемента орбитали с данным числом орбитальным, 2, они все эквивалентны. То есть они обладают одинаковой энергии. Если мы берем этот элемент и помещаем в некоторое поле, то есть окружаем его чем-то симметричным, то оно формует соединение с какой-то симметрией, то орбиталь неэквивалентными. И это принято тем, что у нас имеется представление нашей группы, группы симметрии OH, которая делает, приводит к отщеплению этих орбиталей. Идеальный атом обладает шаровой симметрией. А группа симметрии OH содержит шаровой симметрии. И любое представление группы шаровой симметрии будет приводимо в ее подгруппе OH. Нашу представление я скажу позже, поэтому скажу завтра уже, видимо. Это просто будет анонс. О чем будет дальше идти речь. Я скажу, как мы можем понять, определить строение соединений и различить их с помощью точной группы симметрии. То есть я построю представление именно если у нас есть группа G, векторное пространство V, то можем сопоставить каждому элементу G оператор линейный R от G V G от V. То есть пространство всех линейных операторов на V в пространстве матриц невыраженных. Это определение представления. Вот. Тогда соответственно у нас есть представление соответствия элементу G некоторый линейный оператор. Такое, что произведение переходит в пристине двух композиций линейных операторов. То есть это гомофизм из группы G на группу матриц G LV. Другими словами. Как мы видим, каждое представление, как мы видим у конечной группы все различных представлений конечное количество. Поэтому мы сможем кустировать все представления конечной группы и понять, какие могут быть элементы, как уже применить это на реальных соединениях. Делать будем следующим образом. Если мы элементу G сопоставляем некоторый линейный оператор, то у него может быть какое-то невероятное подпространство. То есть он может сохранять некоторое подпространство дубль V в V такое, что он сохраняется всеми операторами соответствующими элементами группы G. Тогда такое представление и представление подпространства впадает с V называется приводимым. то есть представление в котором существует дубль V подпространство V такое, что оно сохраняется всеми линейными операторами соответствующими. Вот. Называется приводимым. вот если такого подпространства выделить нельзя, то представление взрыва неприводимым. Вот. Соответственно, есть следующее утверждение для бумажки, что любое представление на комплексное представление конечной группы комплексное предпространство будет над комплексными числами вполне приводимо. То есть это долгается в прямую сумму неприводимых. То есть что это означает? Да, конечно. Вот если у нас есть предпространство WV, сохраняющееся всеми линейными операторами соответствующим элементам группы G, то оно вероятное. Еще раз можно, для бумажки? Да, для бумажки. Любое комплексное представление конечной группы вполне приводимо. приводимо. Но я не буду рассказать подтверждения, но вполне приводимо, сейчас скажу. вполне приводимо, это значит раскладывается в прямую сумму наше векторное пространство, в прямую сумму наше неприводимых. Вот. То есть мы можем выделить первую неприводимую WV, рассмотреть артогональные дополнения, как доказательство подтверждения, набросы доказательства. Делается по индукции. Для одномерного векторного пространства у нас неприводима. Не может никаких других представлений, потому что любое векторное пространство просто очевидно. И в этом случае представление это умножение на число. Если у нас есть дальше действуем по индукции, а шаг индукции опять следующим образом. Если у нас есть инвариантное W, то мы дополняем ортогональное к нему в нашем электронном пространстве, вот, а дальше уже раскладываем ортогональное по индукции, только он имеет меньшую размерность, чем предположение индукции. Вот. На самом деле, как я понимаю, должен завершить на этом месте. Вот. В принципе, это нормально, у меня чтобы завершить. Вот. Спасибо. Спасибо.